Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. Аллилуйя! Слава Богу! И сегодня я хочу поговорить на такую тему новой мысли, новой жизни. О, это чудесно! Это чудесно, потому что, вы знаете, мы всегда ищем и мы хотим, чтобы наша жизнь менялась, правда, в лучшую сторону. И знаете, почему это замечательно? Потому что Бог тоже этого хочет. Бог хочет, чтобы наша жизнь менялась, правда? Поэтому Иисус Христос, Он пришел на эту землю, чтобы человек, который жил в грехе, человек, который жил в темноте, человек, который был лишен Бога, Его присутствие было делено от Бога, чтобы он снова встретился с Богом, чтобы он обрел себя в Боге, чтобы он узнал смысл и цель своей жизни. Аллилуйя! И поэтому, когда мы познаем Бога, Бог открывает для нас свои планы, свои цели, для этого нам нужно согласиться с Богом и нам нужно обновлять свое мышление. И я буду говорить о мышлении, потому что с мышлением очень много связано. Очень-очень много. Мы порой это недооцениваем, но я верю, что Дух Святой, Он будет помогать нам, и Он будет открывать нам важность изменения нашего мышления. Слава Богу! И первое, что я хочу сказать, я прочитаю несколько выражений известных людей. Марк Аврелий, он так сказал, что ваша жизнь – это то, что делают из нее ваши мысли. Поэтому иногда люди, знаете, они жалуются на свою жизнь, они недовольны своей жизнью. Это значит, о чем говорит? Это значит, что они так думают, правда? Они думают, что у них все плохо, что они плохие, и рядом все плохие, все плохо, и поэтому у них плохая жизнь, потому что они ее так видят. А почему они ее так видят? Они так думают о жизни. Они так думают о людях. Они так думают, и поэтому у них такая жизнь. Известный американский пастор и философ 19 века, он сказал такие слова, они очень созвучны, и он так сказал, что человек – это то, о чем он думает в течение дня. То, о чем он думает в течение дня. И вы знаете, я уже об этом как-то говорил, что это очень интересно записать свои мысли, о чем ты думаешь в течение дня. Сегодня ты думал, там, вчера ты думал. И так, если ты запишешь неделю, о чем ты думал, это твой истинный автопортрет. То есть вот ты есть то, как говорит Писание, что есть в твоей голове. Каковы мысли написано, да? Такой и человек. Поэтому иногда мы говорим, я даже не знал, что я такой человек, вот вы мне сказали спасибо, или наоборот, о, лучше бы вы мне не говорили, что я такой человек. Но если ты хочешь знать, какой ты человек на самом деле, на самом деле запиши, о чем ты думаешь. И это будет точная картина такого человека, какой ты есть. Ты можешь обижаться на себя, можешь радоваться, можешь печалиться, но это будет твой истинный автопортрет. Знаешь, что это автопортрет такое? Когда ты сидишь, а с тебя рисуют. Вот это твой портрет, точная копия тебя самого. Вот поэтому очень важно разобраться вообще с собой, чтобы разобраться с жизнью, изменить жизнь, надо разобраться со своими мыслями, надо разобраться, о чем же я думаю, что находится в моей голове. Потому что мысли, они, знаете, они такие невидимые. И нельзя сказать, что у тебя голова пустая, правда, ведь не видно твоих мыслей. И они проявляются, твои мысли. В чем они проявляются? Ну, конечно, они проявляются в твоих словах, они проявляются в твоих поступках. И эти мысли, они имеют огромное-огромное влияние и значение на нашу жизнь. И Бог придает этому тоже большое значение. Поэтому и нам нужно придавать этому большое значение. Слава Богу! Писание нам говорит, что в начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно в начале было у Бога. Мы это все знаем. Все это знают, место Писания. И вот интересно, Слово, да, что же такое Слово? Что же такое Слово? Что же такое Бог тогда, да? А что такое Слово? Слово – это выраженная мысль, правда? Эта мысль может быть сказана словами, и она будет звучать в виде звуков. Вот сейчас я выражаю свои мысли как? В виде звуков, правда? И кто имеет уши, он слышит, о чем я говорю. Кто не имеет уши, он не слышит, о чем я говорю. Также слова выражаются в письменном виде. Если мы умеем читать, мы эти мысли прочитываем, и мы понимаем. Почему об этом я говорю? Потому что Бог, Он тоже хочет, чтобы мы Его понимали. Он понимает нас, правда? Он нас устроил, Он нас прекрасно понимает. Но мы не всегда Его понимаем. И если мы не понимаем Его, хотим мы Его понимать, это тоже вопрос. Или мы не хотим Его понимать, стремимся мы Его понимать. Или мы думаем, что ну как бы Бог сам по себе, я сам по себе живу. Я прибегаю к Богу только в экстренных ситуациях, когда мне нужна какая-то помощь, когда я заболел, у меня нет денег или что, что-то случилось. И мы пользуемся Богом как экстренной помощи такой. Но мы знаем, что Бог сотворил нас не для того, чтобы быть экстренной помощью, потому что Он не МЧС, Он не пожарник, Он не скорая помощь. Он любящий Отец. И Он Бог, который желает иметь с нами постоянное отношение. И чтобы иметь отношение, нужно что? Нужно общаться, нужно понимать друг друга. И поэтому чаще всего, как мы понимаем Бога, как мы Его слышим? Мы часто говорим, я услышал, Господь не сказал. Как ты Его услышал? Ну что, пришел к тебе, постучал в дверь, я стою у двери и стучу, кто откроет, я войду, буду с ним вечерять. Мы часто говорим, я услышал или Господь не сказал, я понял. Как мы это чаще всего слышим? Чаще всего мы это понимаем через мысли, правда? Это означает, что Дух Святой касается наших мыслей. Это означает, что Бог говорит нам через наши мысли. Конечно, Бог, Он касается нашего духа. Но если наш разум закрыт, то это не дает доступа к нашему духу. И тогда мы не можем понять, мы не можем услышать, и мы не знаем тогда порой, что нам делать и как нам быть. И поэтому Бог, Он говорит о Слове, о Своем Слове, что Он есть, это Слово Божие. Почему я к этому клоню? Потому что Он говорит, что все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Через что все начало быть? Через Слово. Через Слово все начало быть. Почему через Слово? Ну, я не знаю, Бог выбрал такой будь. И в Бытие мы читаем, написано, что Бог сказал, и стало это, Бог сказал, что стало вот это. То есть Бог свои мысли выразил также в словах. И эти слова обрели материализацию, да? Они исполнили то, о чем говорил Бог. И поэтому Бог и сегодня говорит. Но Бог хочет, чтобы мы понимали Его, и чтобы мы слышали Его. Вот поэтому мы должны встречаться с Богом через что? Через Писание, через Слово Божие. И если мы читаем Писание, мы встречаемся с Богом. Потому что Бог говорит на языке Своего Слова, на языке Писания. Если мы встретим китайца, и ты не знаешь китайского языка, сколько бы ты ни старался его понять, ты его не поймешь. Даже если он будет близко с тобой, он будет тебе что-то махать, что-то рассказывать. Но ты будешь говорить, я ничего не понимаю, что ты хочешь, что тебе нужно. И сколько бы он нам ни говорил, этот китайец, не зная языка, мы его никогда не поймем. И поэтому нам важно понимать, как нам понимать Бога, как нам Его слышать, как нам общаться с Богом. И Бог, Он сказал, что у меня есть путь общения с человеком, это мое Слово. И Он говорит, поэтому вначале было Слово, Слово было у Бога. Бог говорит, все начало бы через что? Через Слово. И я рассказывал про себя, но еще раз хочу напомнить историю, как я пришел к Богу. Почему это важно понять? Потому что я был человеком противника Бога. Я был атеистом. Я спорил с верующими. Я им доказывал, что их вера несостоятельна, что Бога нет. Почему я так говорил? Почему я был атеистом? Ну, потому что я так мыслил. Меня так научило общество того времени, когда был материализм, атеизм, и все это отрицалось. И понятно, я был как бы продукт своей эпохи, своего времени. Я был сформирован. Почему? Потому что так все думали. И еще много людей так думают, к сожалению. Все так думали, всех так учили думать. И поэтому люди говорили о том, что в них вложили, что в них посеяло. Если вкладывать неверие, вкладывать атеизм, конечно же, выразит атеизм. И, знаете, потом я думал, как же я мог спорить вообще и отрицать Бога, когда я ничего не знал о Боге. Я просто слышал, мне сказали, что Бога нет. Но откуда я знал, что Бога нет? У меня был какой-то личный опыт. Я изучал, что Бога нет, или так далее, и так далее. Нет. И я вам рассказывал, что один человек мне предложил прочитать Библию, потом прийти к ним, с ним спорить. И я согласился с этим. Я подумал, это очень логично, потому что, действительно, они мне всегда говорят о Библии. И они говорят, что в Слове Божьем там написано то-то и то-то. И они всегда ссылались на Библию. И поэтому я решил читать Библию. Я читал Библию каждый день. Почему я об этом говорю? Потому что, когда я читал Библию каждый день, я попал на территорию Бога. Понимаете? И Бог стал касаться моих мыслей. И даже у меня были неправильные мотивы, потому что мой мотив был прочитать Библию, чтобы лучше спорить. И спорить, и доказывать, что Бога нет. Но Бог нашел ко мне ключ. Он нашел этот подход, как я мог встретиться с Богом. Потому что Бог сказал, вначале было Слово. И мне Бог дал Слово. Понимаете? И это Слово пропитывало меня каждый день. Каждый день я читал, каждый день я читал. Я не понимал многого. Многие вещи для меня были просто странными. Они меня удивляли. Но я продолжал идти, я продолжал читать, и читать, и читать. Я рассказывал, пока у меня не произошла такая трудная ситуация, с которой у меня не было выхода. И мне пришла мысль. Почему мысль? Бог нам дает мысли. Он общается с нами через мысли. Мой дух еще был невозрожден. Как тогда может быть со мной общаться Бог? Как Он общается с людьми? Он общается через мысли. И мне пришла мысль, что ты же читаешь Библию, ты видишь, что люди в трудных ситуациях молятся, они просят Бога о помощи. И эта мысль мне говорила, и ты можешь попросить Бога о помощи. И если Бог есть, Он тебе ответит. Но если Бога нет, как бы тебе еще флаг один в руки будет, что ты просил, и Бог тебе не помог. И вы знаете, я попросил, и Бог мне ответил. И у меня был шок от того, что Бог мне ответил. Мне было страшно, потому что я вдруг пережил Бога, и я пережил вот так, что Он существует. И вы знаете, это легко говорить, что Бога нет, пока ты с Ним не встретился. Это легко спорить, пока ты не знаешь истины. Но как только истина соприкасается с тобой, она приносит тебе свободу. У тебя открываются глаза. Но как это было? Это было через влияние Божьего Слова. Вот почему нам нужно Слово Божье, друзья. И без Слова Божьего мы не родимся свыше. Написано, что мы родились от нетленного семени. Правда? От Слова Божьего. И нам дальше нужно, чтобы нам написано, чтобы мы продолжали жить в спасении, развивали свой спасение, нам нужно продолжать пребывать в Слове Божьем. Слава Богу. И поэтому, друзья, поэтому я сегодня, когда готовился, я тоже взял это местописание, которое Саша говорил о Бытие 28. Я просто хочу его немножко побольше разобрать и немножко глубже посмотреть. Поэтому давайте мы откроем Бытие 28 главу. Вообще интересно. Бытие 28, Второзаконие 28. И там и там говорилось, Бог говорит о благословении и о том, как приходит благословение. Помните, да? Второзаконие 28, что если ты будешь слушать глаза Господа Бога твоего и тщательно исполнять все его заповеди. И там и там Бог говорит о своих благословениях. Но везде это начинается с того, что ты должен слушать Слово кого? Слово Бога. То есть Бог говорит нам. А когда мы вообще сидим сейчас и слушаем, через что до нас доходит это Слово? Через уши. Через уши. Как оно доходит? То есть, ну, как через уши? Уши – это наш, так сказать, орган, который принимает эту информацию, да? Но это же касается нашего разума. Это касается наших мыслей. Понимаете? Если наш разум, например, сейчас, он отсутствует где-то, и ты ничего не слышишь сейчас в эту ситуацию, то эта информация в тебя не попадает. Ты можешь сидеть, ты можешь смотреть на меня, и если ты думаешь о чем-то другой, твой разум заблокирован. И таким образом ты ничего не слышишь и ничего не понимаешь. И в тебя ничего не попадает. Хотя у тебя есть уши, да? Поэтому Иисус, когда видел людей, Он увидел, что у них есть уши, но Он видел, что они Его не слышат. Может быть, они думают о чем-то другом. Может быть, они не хотели ни о чем думать. Может, они не хотели Его слушать. Но имея даже вот этот приемник, у нас два приемника, видите, вот два приемника такие. Мы улавливаем локаторы, как иногда говорили в детстве. Наши локаторы, они должны быть настроены, да? Поэтому там написано, что когда ты приходишь в Дом Божий, ты должен быть готов к чему? К слышанию, понимаете? То есть, если ты приходишь, ты не слушаешь, ты будешь не приходить. Ты зря теряешь время. Так говорит Бог. Но если ты приходишь, ты должен быть готов слышать. И вот поэтому Бог, Он использует мысли, да? Он говорит нам слова, чтобы наша умственная система, да, наш разум, Он был восприимчив к Слову Божьему. И да, много мест Писаний, которые говорят, что мы должны пленять свое помышление, послушание. Правда? Потому что порой в тебя ничего не входит, ты ничего не понимаешь, и ты не соглашаешься с тем, что ты слышишь. И Писание намного-много чего говорит об этом. Но я хочу вам прочитать сейчас об этой ситуации, которая произошла с Яковом. Хорошо? Итак, мы читаем Бытие 28. «И увидим во сне». Помните, он прилег, да, положил камень, и он заснул. «И увидел во сне». Увидел во сне. Знаете, вот я, когда читаю Писание, я всегда прошу, чтобы Дух Святой мне помогал понять, почему написано так. И во сне, я так понимаю, это определенное состояние, да? Правильно? Вы сейчас спите, нет? Может, вам снится все это? А? Алло? Вы здесь? Сон – это определенное состояние. То есть, это даже погружение в определенное состояние. Я не видел людей, которые бы спали, в то же время ходили на работу, читали книгу, смотрели телевизор, ели и еще что-то. Почему я об этом говорю? Потому что, когда Бог с нами хочет общаться, Он хочет нашего внимания. Внимание, товарищи, внимание. Потому что, когда мы во что-то погружены, погружаемся, да? Вот сон – это как состояние погружения. Он был во сне, Он был погружен, Он был открыт для Бога, да? И поэтому Бог говорит нам тоже, что мы должны погружаться в Бога, погружаться в Слово Божье. Ты не можешь это делать на ходу. Это не фастфуд какой-то, когда ты бежишь, там, булку жуешь, там, тут запиваешь еще что-то. Нет. Слово Божье, оно требует погружения. Встреча с Богом, оно требует посвящения, отделения для Него времени. И вот Он говорит, «Я увидел во сне». То есть, Он погрузился, была полная концентрация, полная посвящение. Когда ты спишь, раз, что ты еще делаешь? У тебя полная концентрация, да? Полное посвящение. Ты на одном месте, никуда не бегаешь, ты никуда не отвлекаешься, слава Богу, да? И вот первое, что Он видит, и вот лестница стоит на земле. Лестница. И вот эти образы, они очень важны. Что такое лестница? Мы все знаем, что такое лестница. Зачем нам нужна лестница порой, когда мы ремонтом занимаемся или что-то? Лестница, я так понимаю, это то, что помогает нам быть выше. Правда? Ну, у тебя не хватает. Если тебя роста хватает, тебе лестница не нужна. Ты берешь лестницу, когда ты не можешь дотянуться. То есть, с лестницы, это как инструмент тебе помочь что-то сделать, что ты не можешь это сделать сам. И вот эта лестница, она тоже является такой определенный для нас пообраз. То есть, она соединяла что? Небо и землю. И вот эта часть, которая соединяет, мы же не можем до неба дотянуться. И вдруг Бог говорит, есть такой инструмент, как лестница, которая помогает тебе дотянуться до неба. И что он увидел на этой лестнице? Он там не увидел электрика, которая лампочки вкручивает на небо. Кого он увидел на этой лестнице? И вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо. Думаешь, вот это была лестница, да? То есть, она от земли доставала прямо до неба. Прямо до неба. И что дальше? И вот, ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. Он понимает, что это то связующее место неба и земли. И написано, что ангелы, они не ходят, где попало, да? Опять же, у них есть конкретное место, как они приходят, как они уходят. То есть, я так понимаю, что Бог их посылает с какими-то заданиями. Они приходят на землю с этим заданием, да? Они суть служебной духи. Если они выполнили задание, они идут к Богу, там отчитываются, там такое движение есть, туда-сюда, вот они ходят, одни пришли, другие ушли. Что он еще видит? Давайте дальше посмотрим. И Господь стоит на ней. Вот еще что. Там еще на этой лестнице был Господь. Аллилуйя! Или нет? И Господь стоит на ней и говорит, я Господь Бог, Авраам, Отца Твоего, Бог Исаака. Почему он ему так говорит? Потому что уже потом, когда мы знаем всю историю, он говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. И знаете, в этом сне Бог говорит, что я тоже твой Бог. Я тоже твой Бог. Я не только Бог Авраама. Я не только Бог Исаака, но я еще и твой Бог. И я так понимаю, что это тот момент, когда Бог хочет достичь нас, когда Бог нам хочет что-то сказать. И Он хочет сказать, что Он тоже твой Бог. И Он мой Бог. И у Него есть обетование и для тебя, и для меня. Но порой мы не слышим Бога, потому что мы заняты чем-то. Мы заняты, у нас какая-то суета, у нас то, у нас другого, у нас третье. И мы не слышим Бога, потому что мы не сосредоточены на Бога, на Боге. И поэтому это состояние, было состояние сосредоточенности. И вдруг Он увидел эту картину. Знаете, интересно, он же вырос в верующей семье. Где вырос Яков? Кто его отец? Его отец Исаак, его дедушка Авраам. Он должен был бы все знать. Да, по идее. Он должен был бы быть таким человеком духовным, просвещенным, как иногда кажется. Но когда мы дочитываем историю, сейчас мы ее дочитаем, оказывается, что для него это было как будто в первый раз. Как будто в первый раз он пережил эту встречу с Богом. Давайте прочитаем дальше. И он говорит, что земля, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомство твоему. То есть это обетование он говорил кому? Его деду, его отцу. И теперь он уже говорит ему это обетование. Это здорово, потому что Бог говорит, что я тоже твой Бог. И обетование было Аврааму, Исааку, Якову. И обетование есть для нас, как для детей Божьих. Слава Богу. Я просто миную все то, что он ему говорит. Я хочу остановиться немножко на другом месте. И он говорит, что я тебе возвращу, ибо я не оставлю тебя. То есть Бог всегда говорит, что он никогда не оставит тебя. Понимаешь? Ты должен это знать и должен в это верить. Потому что дьявол очень часто обманывает людей, что Бог тебя забыл, Бог тебя оставил, Богу ты не нужен. Нет, он говорит, я не оставлю тебя, пока не исполню того, что я сказал тебе. Аллилуйя. Знаете, Бог очень целеустремленный. Он говорит, я не оставлю тебя, если я призвал тебя, я спас тебя, я помазал тебя, у меня есть план для твоей жизни, и я не собираюсь тебя оставлять. Для чего я тогда все это сделал? Для чего все это произошло? Говорит, я тебя не оставлю, пока не исполню то, что я хочу исполнить твоей жизни. И дальше, Иаков пробудился от сна своего. Пробудился. Мы часто используем слово пробуждение. Правда? И здесь тоже можно рассматривать, что такое пробуждение. То есть, когда человек пробудился, он готов для нового. Он в чем-то находился, он был в чем-то погружен. Но, знаете, нам нужно тоже пробуждение. Иногда мы погружены, но не в Бога. Люди погружены в грехи, но не в Бога. И Бог тоже хочет пробудить. То есть, это переход из одного состояния в другое состояние. И вот он пробудился, и эта картина, она перед ним от сна, и сказал, истинно, Господь присутствует на месте этом. Понимаете, что он увидел? Это впечатлило. Он понял, что там Бог. На этом месте есть Бог. Говорит, а я и не знал. Он верующий, казалось бы, человек, с верующей семьи. Но он не знал присутствие Бога. Он не знал, где Бог. Он все делал по-своему. Помните, как он хотел сам добыть благословение, сам добыть это первородство, сам и все эти его планы, которые он строил сам, без Бога. И он не знал, что если ты веришь Богу, то Бог будет помогать тебе. Бог будет твоей силой, Бог будет твоей опорой. Тебе не нужно никого обманывать, тебе не нужно делать какие-то трюки, да? Руки, руки, Исава, а голос, голос, да? У него были волосатые руки. И отец говорит, руки, руки, шерсть. Не надо никого обманывать, когда ты доверяешь Богу, ты знаешь Его, то Бог исполнит свое обетование. Но он говорит, Бог присутствует, а я даже не знал Божьего присутствия. И дальше написано, и убоялся, и сказал, как страшно это место. Это не что иное, как Дом Божий. Это врата небесные. Аллилуйя. Для него пришло откровение. Это Дом Божий. Это врата небесные. Знаете, когда я рассказывал свою историю, что когда я встретился с Богом, и Бог мне помог, мне тоже стало страшно. Я понял, что это Бог, это Дом Божий, там, где присутствует Бог. Это Его место пребывания, Его жизнь. Он везде может присутствовать, правда? Но ты встречаешься с Ним, когда ты начинаешь слушать Его, верить, поклоняться Ему. И Он говорит, это место, где открыты небеса, врата небесные. Другой перевод говорит, это великое место. Это Дом Божий, ворота на небеса. Вот они, где ворота на небеса. Вот где Бог ходит, движется, да, и Его ангелы движутся. И поэтому, вот эти образы, о которых мы здесь читаем, мы должны понимать, что ворота, лестница, ворота, да, тут интересные всякие сравнения, ворота. И немножко про ворота хочется сказать. Что такое ворота? А ворота – это наш разум, друзья. Потому что, если твои ворота закрыты, туда никто не может войти. Но этот псалом, помните, 23-й псалом говорит, поднимите врата ваши, верхи ваши, и войдет кто? Войдет царь славы. Потому что, когда наше мышление не открыто, Бог ничего не может сделать для нас. Мы закрыты для Него. Но когда мы открываем свое сознание, как мы открываем? Когда мы соприкасаемся со Словом Божьим. Вот почему нам нужно пребывать в Слове Божьем. Даже если ты сто раз читал Библию, читай ее сто тысяч раз. Это место встречи с Богом. Это Бог на этом месте, и там врата, и там лестница, и там ангелы, но твои врата должны быть открыты. И пока твои врата не открыты, туда никто не может войти. Даже сам Бог не может войти к тебе, ты понимаешь? И Бог в моей жизни, в моей ситуации, когда я там сражался с верующими, Бог должен был поместить меня, погрузить меня в Слово Божье. И только тогда, на этом уровне, Бог стал соприкасаться со мной, говорить мне через мои мысли. И вы знаете, то, как мы начинаем, мы должны это и продолжать. И, к сожалению, я вижу, как многие христиане перестают читать Библию. Я уже там читал, я знаю эти истории. Дело не в том, что ты ее знаешь. Дело в том, что это место встречи с Богом. Через Писание, через Слово Божье ты с Ним встречаешься. Бог говорит тебе. Поэтому, чтобы коснуться твоего духа, да, вера не в голове, она в сердце написана, но чтобы коснуться твоего духа, твой разум должен быть открыт. Он должен быть обновлен. Аллилуйя. И тогда Слово Божье попадает в тебя. И как результат, у тебя есть вера. Смотрите, я вам еще прочитаю несколько мест Писания. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Поэтому вопрос, о чем мы помышляем? О чем ты помышляешь? О чем я помышляю? Помышляем ли мы о том, о чем помышляет Бог? Потому что, если мы не помышляем о том, о чем помышляет Бог, мы с Ним не соприкоснаемся. Мы говорим на разных языках. Мы живем в разных измерениях. Понимаете, я часто цитирую то, что говорил Иисус, что язычники, что они ищут? Что ищут язычники? Они настроены, их разум, их силы, их способности, они настроены на земное. Правильно? То есть, земное для них это самое главное. Они не думают о небесном. Иисус говорит, но вы ищите чего? Прежде всего, чего ищите? Царство Божье. Почему? Потому что, таким образом, мы соприкасаемся с небесами. С небесами. Потому что, написано, мы благословлены всяким духовным благословением. Где? В небесах. Ну, Бог с этой лестницей к нам не может подобраться. Ангелы не могут нас достать, потому что, мы не сосредоточены на этом. Понимаете? И поэтому, Иисус говорит, вы ищите этого. Вы ищите этого. И остальное, оно все приложится. Слава Богу! Слава Богу! Скажи, слава Богу! Поэтому, важно, о чем ты помышляешь. Если площадка для Бога где-то приземлиться и поставить свою лестницу в нашей жизни. Где? Где? Да, если мы бежим, мы заняты суетой, мы не пребываем в Писании. О чем, говорит Иисус? Прибудьте во мне. И если слова мои прибудут вас, видите, нужна площадка, то, чего вы не попросите, я сделаю для вас. Мы сами не даем Богу помочь нам. И потом мы говорим, Господь, почему ты мне не помог, почему ты мне не ответил, почему ты мне не сделал. Бог говорит, да я с лестницы с этой пожарной бегаю за тобой, бегаю, никак не могу, ты что там, то здесь, в твоей голове не понять, что происходит. А мне нужна площадка, где я приземлюсь, где я становлюсь, где будет это место, где небо-то открыто. Аминь. Очень внимательно слушайте, как только мы перестаем думать о Боге с благодарностью, с восхищением, я бы сказал, с обожанием, нас начинает затягивать, что воронка этого мира в нашей жизни есть испытания и они будут эти испытания. Но Бог говорит, что если ты взялся за плуг, то не оглядывайся назад. Но Бог говорит, твои благословения они приготовлены. Бога есть благословение для тебя. Тебе нужно обновить мышление и принять то, что Бог тебе приготовил. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...